Скафандр Здравствуйте! Это система защиты HEV модели 4 для использования в агрессивной среде. Перемещение в скафандре сначала может немного дезориентировать тебя, поэтому попробуй простые перемещения в скафандре. Потренируйся, пока не привыкнешь к нему. Скоро он станет... Продолжение следует... Продолжение следует... Первое движение, которое мы выучим, это прыгание. Сейчас ты попробуешь перепрыгнуть через эти трубы, используя свои команды бег и прыжок. Начинать надо с команды бег. Посмотри, как это делаю я, потом попробуй сам. Первое движение, которое мы выучим, это прыгание. Сейчас ты попробуешь перепрыгнуть через эти трубы, используя свои команды бег и прыжок. Начинать надо с команды бег. Посмотри, как это делаю я, потом попробуй сам. Теперь нужно проползти под препятствиями. Помни, что переползание автоматически включает костюм на скрытый режим и снижает производимый с тобой шум. Теперь расширим задачу. Тебе придется прыгнуть, проползти и снова прыгнуть. Это подготовит тебя к следующей комнате, где оба движения придется делать одновременно. Чтобы добраться в эти трубы, ты должен проделать прыжок в полуприседе. Для этого нужно точно расположиться напротив входа в трубу. Затем, продолжая нажимать вперед, произвести прыжок, а потом в воздухе присесть. Это может оказаться сложновато, но уж точно пригодится тебе. Хорошо! Войди на лестницу, посмотри вверх и продолжай двигаться вперед. Если хочешь спуститься, просто пойди назад. Следующие три прыжка все сложнее и сложнее. Но выполнить их возможно. Если можешь сделать все три за один раз, это будет просто здорово. Прекрасно! Вот еще один способ прыгания. Дальние прыжки – функция скафандра, которая требует отдельного зарядного модуля. Для длинного прыжка тебе нужно присесть, продвинуться вперед и запустить прыжок. Когда поднимешься на платформу, нажми кнопку и я покажу тебе прыжок. Мускульный усилитель включен. Хорошо! Хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включи лифт, подойдя к кнопке, посмотрев на нее и нажав кнопку «Использовать». Теперь, когда ты наверху, есть только один путь вниз. Найди мишень внизу и постарайся спрыгнуть на нее. Если ты сломаешь себе что-нибудь при падении, на следующей станции мы тебя подлечим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты будешь находить такие аптечки. Их можно использовать для восстановления здоровья. Подойди к аптечке и нажми кнопку «Использовать». Своё здоровье постепенно улучшается до тех пор, пока не станет максимальным. Или пока аптечка не закончится. Если лампочка на ней не горит, использовать её будет. Чтобы развернуть мост, подойди к колесу управления и нажми кнопку «Использовать». Чудесно! Иногда нужно полагаться на нечто большее, чем свой скафандр, когда нужно пройти трудное место. Попробуй прыгнуть в этот проем. Тебе нужно столкнуть эту коробку в углубление. Это очень легко. Просто подойди к коробке и продолжай двигаться вперед, толкая коробку по двоим стенам. Если не удаётся оттолкнуть препятствие со своего пути, можно попытаться оттащить его. Подойди к коробке и нажми кнопку «Использовать». Удерживая эту кнопку, ты удерживаешь и саму коробку. Затем медленно двигайся назад. Коробка будет двигаться за тобой. Если ничего не получается, можешь попробовать разбить объект на своём пути. Убедись, что достал подходящий инструмент и просто круши всё на мелкие кусочки. Продолжение следует... В следующей зоне тебе нужно... Энергия восстановлена до 10%. Энергия восстановлена до 20%. Энергия восстановлена до 40%. Экрат, полный универсальный потребляет энергию, поэтому ерка ему не нужен, его надо выключить. Добро пожаловать на тренировку по стрельбе. Здесь ты научишься стрелять из личного оружия, перезаряжать его, а также стрелять из подствольного гранатомёта. Возьми оружие и подойди к тиру. Тебе нужно попасть во все цели, чтобы закончить задание. Если ты промахнулся первый раз, не беда. Мишень появится снова. Старайся перезаряжать оружие в подходящий момент, чтобы патроны не закончились в неудачное время. Чтобы выстрелить из гранатомёта, используй кнопку выстрела номер 2. Некоторые объекты разбиваются только при прямом попадании гранат. Внимание! По счёту 5, 4, 3, 2, 1. Продолжение следует... Индикатор кислорода в крови предупреждает тебя о том, что нужно найти источник воздуха. Когда ты под водой, индикатор начинает снижаться. В средней точке индикатора у тебя есть возможность всплыть и набрать воздух. Всплывай и набери воздух. Ты увидишь, как индикатор кислорода в крови возвратится на прежнее место. Тебе ещё придётся поплавать. Униenser славан Субтитры создавал Это зарядное устройство для твоего костюма. Если не хватает энергии, встань на такое устройство и нажми кнопку «Использовать». Костюм постепенно перезаряжается, а устройство разряжается. Индивидуальные батареи тоже можно использовать. Если ты проходишь через огонь или пар, ты увидишь индикатор теплового поражения. Стрелка посередине твоего дисплея показывает, с какой стороны происходит поражение. При наличии радиации автоматически включается счетчик Гейгера и соответствующий индикатор радиации. Биоопасность также показывается на индикаторе. Переходи в следующую зону. Проведи охранника в следующую комнату. Подойди к нему и нажми кнопку «Использовать». Он будет идти за тобой, пока ты не повернешься к нему в сон и не нажмешь кнопку «Использование» еще раз. Я ведь вас обо всем предупреждал. Окей, иду за тобой. Окей, иду за тобой. Да, я поеду с тобой, если хочешь. Нажми кнопку «Использовать» для включения пояса. Поздравляю, ты полностью закончил подготовку. Теперь ты сертифицирован для использования защитной системы Mark IV.